В жизни она преодолевала трудности и невзгоды, всегда стремилась к прекрасному и оставалась преданным искусству человеком. В Национальной библиотеке прошел вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения композитора Олимпиады Агаковой. Несмотря на жизненные невзгоды, Олимпиада Яковлевна всегда была оптимисткой, веселой, щедрой. Встреча с известными чувашскими композиторами и певцами открыли перед ней широкие возможности для творческого роста. Когда началась Великая Отечественная война, ее пригласили работать в чувашский государственный ансамбль песни и пляски. Вместе с другими артистами все лето находилась на ганстролях, выступали с концертами перед сельчанами. В октябре 43-го Олимпиада Агакова добровольно ушла на фронт. На бронепоезде была бойцом пулеметного расчета, служила в зенитном дивизионе и вернулась из армии летом 45-го из Венгрии. За отвагу и мужество, проявленные в боях, она была удостоена боевых наград. Олимпиада Агакова стала не только известной певицей, но и популярным композитором. Ею создано около 100 песен и романсов. Музыка Олимпиады Агаковой стала ярким достоянием чувашской национальной культуры, потому что именно ее произведения стали любимы народом. Ее поют везде, и как профессионалы, и также коллективы художественной самодеятельности.